Всем привет! Сегодня 30 августа, Московская область. Хочу вам рассказать о двух сортах ежевейки, которые растут у меня на участке. Это сорт Небеса могут подождать и Осейч. Оба сорта без шипы и требуют обязательного укрытия в Московской области. Начну я с сорта Осейч. Это посадка весна 2019 года. Растение было закрыто корневой системой. Заказывала через почту у частного коллекционера. Растение было маленькое, буквально 10 см в высоту. Разведено, знаете, как крапивка. Вот он высажен, куст. Один здесь. И здесь рядышком еще один куст. Молодой. Это уже размножение мое. Но он еще по факту не плодоносит в этом году только первосигнальные ягоды. Это второй куст. Как видите, урожая особо нет. Потому что я показывала, что в этом году у меня такая напасть. Появилась насекомая бронзовка вонючая, которая любит цветы преимущественно белые портить. Вот она мне как раз в этом году испортила весь урожай у Асейча. Потому что он зацветает пораньше, чем небеса могут подождать. И я заметила уже этого вредителя поздно. Но спасла урожай, у небеса могут подождать. Поэтому показываю вот как есть. Вообще, это сорт очень урожайный. Цветет. Буду сравнивать с небесами, потому что их два сорта у меня. Цветет на неделю, на неделю, на полторы раньше, чем небеса могут подождать. Вот. Видите? Здесь был цветок. И вот эта бронзовка вонючая. Она выедает полностью середину. Вот эти все тычинки, пестики. И все. Или полностью отсыхает цветок, или ягода получается уродская. Видите? Вот. Созревает только несколько горошинок. То есть ягода, внешний вид полностью потерян. И так вот на многих. Вот. Видите? Неполноценная ягода. Здесь вот все полностью, все цветы засохли. Вот. Ну, теперь я знаю, что она у меня будет. Каждый год эта бронзовка вонючая. Я уже в конце видео покажу вам, как я спасла урожай. У небеса могут подождать. Куст высокий. Около метра восьмидесяти. Потому что ветки все подняты на шпалере, привязаны. Весной, когда стаит снег, уходит морозы. Я поднимаю ветки и привязываю их к шпалере. Ее нужно подвязывать обязательно, чтобы все здесь у вас на земле не валялось, и ягода была чистая. Сразу вам буду показывать. Так как я в начале видео сказала, что этот сорт обязательно требует укрытия на зиму. Вот эти ветки, которые плодоносят, я их буду поздней осенью вырезать. На них в следующем году уже урожая не будет. А урожай будет на новых ветках, которые ежевика дает из-под земли. Они выходят и в течение лета нарастают. Вот как раз их нужно сохранить обязательно зимой, потому что на них будет в следующем году у вас урожай. Ветки новые, когда отрастают уже прилично, я их начинаю сгинать, придавать им горизонтальное положение. Потому что в этом положении только вы сможете ее укрыть. Делаю я это с помощью, здесь видно, это согнутые электроды. Пригинайте любыми способами, которые вам удобны. Я вот уже нашла для себя способ согнутой электроды, втыкаю в землю, веточка пригинается, и так потихоньку-потихоньку я ее склоняю в горизонтальное положение. Если вы этого не сделаете, я вам хочу показать стволы у осейча. Они очень и очень толстые и очень-очень хрупкие. Поэтому если вы в конце лета, осенью, начинать будете их сгинать, придавать им горизонтальное положение, они у вас просто треснут. И все, и ветка будет потеряна. Соответственно, у вас и урожай будет потерян. Поэтому в течение лета потихоньку-потихоньку сгинайте новые приросты у ежевики. Это нужно делать обязательно. Все, что привязано вот на шпалере, это все будет вырезаться. Все, что с ягодами, все ветки вырезаются. Вот новый куст. Видите, вот эти ветки, они плодоносящие. Вот она, на ней ягода. Вот, это молоденький кустик. Вот две, сколько здесь, раз, два, и вот там третий. Три новых побега он мне выдал этот кустик. И, как видите, я его уже пригнула. Чуть попозже я еще надавлю, еще пониже ее пригну. Чем ближе к земле, тем больше варианта, что эти ветки перезимуют. Вот, чем выше, конечно, и укрывать неудобно вам, и все-таки мороз может схватить их. Так, вроде бы об укрытии я вам сказала. На канале есть, по-моему, видео. В том году, смотрите, как укрывала. Засыпала хвойным опадом. И это все нужно делать в сухую погоду. И закрывала спонбондом номер 60 в два слоя. Все это я укрывала. И, конечно, нужно весной вовремя открыть, чтобы ветки не загнили. Вот, такое укрытие. Если зима дождливая, как-то была, я еще сверху накидывала пленку. Но вот последние вот эти два года зима очень-очень сниженная, поэтому 60 в два слоя будет достаточно. Зимует все отлично, но все зависит, как вы укроете хорошо, спасете от морозов, побеги. Такой будет у вас урожай. Вот, сейчас подойдем к следующему сорту. Я вам покажу. Вот, если бы не бронзовка вонючая, осечь, конечно, урожайный сорт. Вот, было бы ягод больше. Ну, как есть. Насчет ягоды. Ягода у Осиджа крупная довольно-таки. Я вам хочу сказать, что это великолепный сорт. Как я читала на форумах, пишут люди, что это считается один из самых сладких сортов ежевики. И я с этим согласна. Ежевика очень сладкая, костянка мелкая, горчинки практически нет. Ягоду даже если срываешь, вот, если она даже сидит плотно на чашелистике, и срываешь, она все равно сладкая. В отличие, допустим, я вам расскажу о... Небеса могут подождать, там надо дать ягоде полностью вызреть. А у Осидж, он даже в этом состоянии, когда плотно сидит на веточке, он все равно сладкий. Ягода великолепная, друзья. Просто великолепная. Мне очень нравится этот сорт. И вкуснейшая. Она не сказать, что, знаете, среди всех ежевик есть же вообще очень-очень крупные ягоды. Она, если уж сравнивать с крупной, она среднего размера. Но очень вкусная. Очень. На следующий год, конечно, мне нужно сразу обращать внимание, когда она зацветет на бронцовку вонючую, чтобы она мне не испортила в дальнейшем урожай на следующий год. Смотрите, видите, как она портит ягоду вообще. Так, давайте перейдем на следующий сорт. Вот это небеса могут подождать. Вы видите, какой здесь урожай. Здесь высажен один куст. Значит, высаживала я его летом 2019 года. Саженец был закрытой корневой системой. Где он сейчас? Я даже не вижу. А, вот. Покупала я в Москве в питомнике. Вот высажен один куст. Здесь рядом я высадила еще один куст. Это я уже размножала. Ну, он прям молоденький. Даже нету еще сигнальной ягоды. Тоже на шпалере, конечно. Этот сорт тоже требует укрытия, как и осечь. Как вы видите, ветки новые, они уже... Я их уже пригнула. Вот. Тоже с помощью электродов. Где они у меня? Здесь вот они. Тоже нужно будет сейчас пониже еще сделать. Еще вот так надо прям пригинать. Сейчас электродами я еще пониже пригну. Если сравнивать со сейджем, у небеса могут подождать. Побеги более гибкие. Они потоньше сами по себе. И они, знаете, можно сказать, даже слегка сами укладываются, гнутся к земле. В отличие от осейджа. У осейджа строго прямо стоячие побеги. Их сложнее укладывать, конечно, приучать горизонтальному положению, чем у небеса могут подождать. Здесь более пластичные ветки. И с ними легче работать. Посмотрите, какой урожай. Очень-очень-очень урожайный сорт. Вот представьте, такая же урожайность у осейджа. Почему здесь больше еще урожая? Потому что он же цветет, как я уже сказала, чуть попозже, чем осейдж. И я уже по первому сорту поняла, что у меня завелась бронзовка вонючая. И здесь мне уже удалось спасти урожай. Бронзовку я вам показывала. Я собирала вручную. Каждый день по 10 раз подходила к кусту и собирала ее вручную в банку. Потом, знаете, мне пришла идея, что можно накрыть укрытым тонким материалом номер 17 с панбондом. И я это сделала. Смотрите, я накрыла материал тоненький этот. И все. И знаете, от бронзовки действительно это оказалось спасением. Но материала у меня было мало и на все мне не хватило. Поэтому я все равно подходила и вручную собирала. То есть была накрыта только часть ежевики. Но она довольно-таки хорошо отпугивала бронзовку. Видимо, она колыхалась и бронзовка особо не летела. Но там, где веточки были открыты, конечно, она садилась. Но ничего, я вручную убирала. Поэтому удалось мне спести урожай. Небеса могут подождать у сорта. Осечь, конечно, не удалось. Но ничего, на следующий год я уже все буду знать, как и что. Так что попробуйте насчет укровного материала. Берите самый тонкий, номер 17. Так, давайте насчет ягоды я вам расскажу. Очень урожайна. Она покрупнее, чем осечь. Немножко покрупнее, не сказать. Но смотрите, какая она большая. Значит, еще такой момент, что ягоду у небеса могут подождать. Нужно срывать, когда она легко срывается от чашелистика. Вот тогда, вот сейчас, как я сняла, она очень сладкая. Друзья, это вообще сочная. Горчинка чуть-чуть еле уловимая. Она, знаете, очень приятная. И костянка мелкая. Сорт великолепный. Мне он очень понравился. Если брать по сладости, да, конечно, осечь слаще. Там вообще сладость одна. Нет никакой кислинки. Здесь она есть, но она, знаете, настолько легкая и приятная кислинка, что она, ну, ягоду есть очень приятно и вкусно. Дети ее обожают. А как известно, дети кислятину есть точно не будут. По крайней мере, мои. Просто ее нужно снимать. Видите, она плотно сидит. Поэтому с кислинкой будет. Надо рвать ту ягодку, которая очень легко отрывается. Вот видите, все. Значит, это будет сладенькая. Ягоду я применяю. Мы ее едим в свежем виде очень много. И компот. Варенье, честно скажу вам, я еще не закрывала ни разу. И не сушила ее. Урожай мы снимаем уже недели-полторы. Поэтому, друзья, это еще не весь урожай я вам показываю. Очень много снято ягоды. Видите, как легко она отделяется. Значит, будет сладкая. Вот такая красота. Сейчас раннее утро. Наверное, плоховато видно. Так, вот и с этой стороны сейчас вам показала. Сейчас с этой еще покажу. Здесь смотрите, что творится. Это все укрытие, друзья. Хорошо укроете. Хорошо сохраните новые побеги за зиму. Вовремя откроете весной укрытие. И будет много, значит, ягод. Это этот же куст, только с другой стороны. Такая красивая ягода. Очень вкусная. Я, знаете, не жалею ни разу, что посадила сорт, и небеса могут подождать, и нашла осечь. Потому что, когда я его сажала в 19-м году, он не был еще вообще даже на слуху. Люди там делили своим опытом только на форумах и все, что существует такой сорт осечь. И я потрудилась и нашла его. Не жалею, что посадила. И небеса могут подождать. Я тоже долго покупала. Вот видите, осечь. Плотно сидит. Но если я ее сорву и сейчас ем, она будет все равно сладкая. Вот небеса могут подождать. Такую сорвешь будет с кислинкой. Вот, видите, два новых побега осеиджа. И они уже приняли горизонтальное положение. И сейчас я, после того, как сниму видео, я опять пониже еще пригну и пониже поставлю электрод. Вгоню его в землю. Вот здесь вот все, видите, вот это все новые побеги. Они все лежат на земле. Нужно мне у молодого тоже будет пригнуть побег. Замечательные два сорта. Если найдете их, обязательно сажайте, не пожалеете. На следующий год буду размножать. У меня уже заказали несколько саженцев. Размножается легко ежевика, но тоже нужно делать все вовремя. и просто в горшок опуская новый побег в горшок. Сразу я делаю закрытой корневой системой. Прикапываю и все, и жду. И когда здесь будет уже вырастет побег замещения, хорошо выйдет из земли, окрепнет, тогда я отрезаю эту ветку от материнского куста и все. И дальше уже растение растет самостоятельно в горшке. Ягода, видите, сыпется. Нужно ее обязательно собирать. Хотя каждый день собираем, пропускаем. Вот как раз я пока видео снимаю, сейчас я чашку ягода соберу. В этом году я постараюсь, когда буду накрывать ее в зиму, я вам покажу. Я просто не помню, есть ли на канале такое видео об укрытии. Меня спрашивали, как я укрываю в комментариях как-то. Ну, не напишешь много в комментарии. Поэтому нужно, конечно, показывать все это, как это делается. Насчет того, что заболеваний вот у ежевики ничем я не обрабатываю. Нет каких заболеваний. Она, в принципе, ну, как и не болеет. По крайней мере, я не видела, чтобы ежевика у меня там чем-то заболела. Вот единственное, я же говорю, вот завелась у меня бронзовка вонючая, но от нее тоже спасения нет. Я имею в виду брызгой, да? Почему? Потому что кусты цветут в это время, понимаете? И цветущие кусты, как вы побрызгаете? Здесь, когда цветет ежевика, ежевика очень красиво цветет, бело-розовыми, крупными цветами. Здесь столько пчел и бабочек, поэтому смысл от бронзовки брызгать нет, погибнут все насекомые. Вот, поэтому и вручную то я и собирала. Когда цветет ежевика, это зрелище очень красивое. Ну вот, в принципе, все я вам рассказала об этих двух сортах ежевики. Найдете, обязательно сажайте, осечь, небеса могут подождать. Это два очень достойных сорта. Даже тот момент, что они требуют укрытия в Московской области, это все покрывает за счет того, что у него великолепная ягода у этих двух сортов. И стоит потрудиться и в зиму сделать укрытие. Смотрите, какое чудо! У меня на сегодня все. я вам желаю всего самого хорошего и всем пока! Субтитры